Всем привет! В этом видео поговорим о том, что АвтоВАЗ начал серийное производство автомобиля Lada Vesta нового поколения. АвтоВАЗ приступил к серийному производству обновленной модели Lada Vesta на производственной площадке в Ижевске. Запуск Lada Vesta стартовал в 2015 году. Данная модель быстро обрела популярность в России. К настоящим временем продано свыше 700 тысяч моделей Lada Vesta различной модификации, включая Sedam, Cross Sedam Universal и Cross Universal. Теперь же АвтоВАЗ решил обновить свой бестселлер и приступил к производству нового поколения. Отмечу, что стоимость новой модели пока официально не озвучена. Сейчас дорестайлинговая модель в исполнении Sedam стоит 862 тысячи рублей, а Universal оценивается 954 тысячи рублей. Что касается изменений, то обновленная модель получит новые передние крылья, новую светодиодную оптику, новую форму фар, противотуманных огней, а также другую по форме решетку радиатора. Новая Lada Vesta станет первым российским автомобилем, оснащенным виртуальной комбинацией приборов. Значительно обновится и передняя панель приборов. Дорогие комплектации Lada Vesta оснастят новой усовершенствованной мультимедийной системой с более крупным по размеру экраном. Новая модель получит обновленную систему управления климатической установкой, аналогичную той, которая используется сейчас в автомобилях Renault. Обновленная модель Lada Vesta призвана удержать лидерство в самом популярном классе легковых автомобилей. Хотя сделать это будет непросто, с учетом постоянного растущего спроса на южнокорейские модели Hyundai Solaris и Kia Rio. Базовая модель Hyundai Solaris стартует с отметки в 1 миллион 5 тысяч рублей, а Kia Rio сейчас продают в комплектации Comfort по цене в 1 миллион 65 тысяч рублей. Отмечу, что по итогам 2021 года Lada Vesta стала самым популярным автомобилем в России по объему продаж. В 2021 году было продано 113 тысяч 700 данных машин. Продажи Lada Vesta выросли за последний год на 6%. Второй по популярности стала модель Lada Granta с объемом продаж в 111 тысяч экземпляров. В тройку лидеров также вошел Kia Rio, разошедшийся тиражом 83 тысячи автомобилей.